И переходим к другим новостям. Военная техника, оружие и солдатская каша. Сегодня петропавловские школьники, это порядка 200 человек, побывали на уроке мужества и патриотизма в военном институте. Посетила экскурсию наша съемочная группа. На плацу школьников встречает оркестр военного института. Это своеобразный урок мужества и патриотизма. Посвятили его Дню Защитника Отечества и 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Считаю, что важность этого мероприятия заключается в том, что это одна из слагаемых военно-патриотического воспитания. С одной стороны, с другой стороны, мы в этом видим и аспекты профориентационной работы. Возможно, из числа тех, кто сегодня ходит на нашем плацу, знакомится с образцами техники, вооружения, в будущем выберут путь в наше учебное заведение, поступят, закончат и будут продолжать службу Национальной гвардии Республики Казахстан. Экскурсия началась со знакомства с оружием. Здесь выставлено все, чем должен владеть военный – от автомата Калашникова до миномета. Сегодня ребятам разрешили не только посмотреть на такой арсенал, но и подержать в руках. Все интересно, все хватит посмотреть, пощупать. Много нового для себя узнал. Я думал, на самом деле, что автомат Калашникова, он весит очень много, а на самом деле он всего там ничего-то весит. Не менее оживленно и у экспонатов кафедры технического и тылового обеспечения. Ребята интересуются видами военной формы и тем, что находится в вещмешках солдат и офицеров. Посмотрели школьники и вот такой бронетранспортер, который стоит на вооружении в Национальной гвардии. Весит он 13 тонн 600 килограммов и предназначен для перевозки личного состава в боевых условиях. Такие факты заинтересовали ребят. Они не только просились посидеть в кабине военной машины, но и стремились узнать побольше интересного о вооружении казахстанской армии. О, я все вижу. О, смотри, что тут есть. Бинокль. Кстати, школьникам рассказали и о спортивных достижениях курсантов института. Занимаются они в основном силовыми видами спорта. Это бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо и тяжелая атлетика. Среди них есть чемпионы Казахстана, Европы и мира. Но после урока школьников на военно-полевой кухне угостили настоящей солдатской кашей. Алена Подласова, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова